Здравствуйте, Друзья, с Вами Владимир Заколенелый Деревенщина. А значит, это рубрика Пчеловод за партой. Пока мои пчелы ждут весны, зимовка проходит хорошо, даже отлично, мы начнем изучать словарь пчеловода. Начнем в алфавитном порядке. Акарапидоз. Карантинная болезнь, вызываемая клещом. Акарапис вуду. То есть, трассиальный клещ. Акарология. Раздел зоологии, изучающей клещей. Аллергическая реакция. Специфическая реакция на аллерген. В частности, пчелинный яд. Амеба. Одноклеточное животное. Амеба. Поражающая пчел. Американский гнелец. Карантинная болезнь. Пчелинного расплода. Поражающая личинок. На поздней стадии развития. Предкуколок. Вызываемая бактерией. Аминокислота. Органическое соединение. Состоящее. Из аминогруппы. NH2. И карбоксилиновой группы. СООН. Протеины состоят приблизительно из 20 различных аминокислот. Антенна. Или утик. Сегментированный чувствительный волосок на голове насекомого. Содержит рецепторы обоняния и осязания. Антиген. Чужой протеин. Поступающий в тело. И стимулирующий иммунную систему организма. Лимфоциты. К выработке антител. Антитела. Молекула протеина. Называемого иммуноглобулином. Которое производится с лимфоцитами. И вступает в реакцию с чужими протеинами. Антигенами. Крови животных. Антитела связаны с антигенами. Чтобы выделить их при разрушении других элементов иммунной системы. Апидология или апикультура. Наука и искусство разведения медоносной пчелы с целью получения экономической прибыли. Апистанополоски. Пластиковые полоски, пропитанные пестицидом, вувалинатом, используются для борьбы с клещом в араах. Апитерапия. Применение продуктов пчеловодства, включая мед, прополис, ввоз, пыльцу, пчелиный яд в лечебных целях. Блуждание пчел. Залеты пчел, потерявших ориентацию. Чужие улья. Чаще блуждают молодые пчелы и трутни. Обычное явление при расположении ульев в один ряд. Брачный вылет. Полет, предпринимаемый молодой неплодной маткой, во время которой она в воздухе спаривается с одним или более трутнями. Обычно матки спариваются за время нескольких брачных вылетов, примерно с 10 или 20 трутнями. Брожение. Химическое разложение меда с высоким содержанием жидкости. Брожение меда вызывает только дрожжи вида. Название этих дрожжей прочитайте сами. Устойчивое к высокому содержанию сахаров в меде. Брюшко. Задняя или третья часть тела пчелы. Включающее ледовый зобик, желудок, пюшечник, жало и репродуктивные органы. Вароа. Вредный, паразитический плещ, восьминогий, который питается в расплоде, в основном трутневом, но переносится взрослыми пчелами. Для борьбы с ним применяются полоски аппистана. Винтикулюс, желудок пчелы, расположенный в области брюшка, между медовым зобиком и задней тишкой. Также называется средней тишкой. Внутренняя крышка улья, подкрышник. Легкая крышка с продолговатым отверстием в центре, располагается под верхней крышей улья. Воск пчелины. Сложная смесь органических соединений. Вырабатываемая четырьмя парами желез на нижней части брюшка рабочей пчелы, используемая пчелами для строительства сотов. Плавится при 62-64 градусах Цельсия. Температура воспламенения 254-274 градусах Цельсия. Восковая моль. Это моль, личинки которой питаются сотами, пыльцой и пуколками. Восковые железы. Восемь желез, выделяющих вод. Расположены попарно на последних четырех терлитах брюшка молодых рабочих пчел. Восковые пластинки. Строительный материал для сот. Восковые железы, выделяющие капельки жидкого воска, которые при контакте с воздухом застывают. Пластинки. Воспитание расплода. Выращивание молодых пчел от яйца до выхода из ничейки. Вожь пчелиная. Это бескрылая муха браула. Обнаружена только у медоносных пчел. Питается пищей пчел. Вытаскиваю ее практически у них изо рта. Бровь лед. Карантинная болезнь. Вощина. Тонкий лист. Пчелиного воска. С шестиугольными оттисками, на основе которых пчелы строят соты. Вощина армированная. Вощина из воска. Плавленными в нее проволокой, предохраняющие готовые соты от оседания. Вощина для расплода. Листы более тяжелой вощины, обычно укрепленные вертикальной проволокой и используемой как рамки для гнезда восклода. Вощина тонкая. Не армированная. Восковая вощина. Используемая в секционных сотах или для производства санков. Вставная доска или диафрагма. Тонкая вертикальная доска в тем же размерах, что и рамка. Ее используют для уменьшения размеров камеры расплода до нескольких рамок. Для заполнения пустот в улье, где только 10 рамок. Для разделения улья на две части. Вытапливание воска. Процесс плавления сотов и крышечек для отделения воска от посторонних примесей. И таким образом для его очистки. Первым шагом обычно является обработка в баке с горячей водой или в солнечной воскотопке. Чтобы произвести дальнейшую очистку воска, требуется горячая вода, пар или присоска. Вытопки или мерва. Отходы от вытопки сотов и крышечек. На этом я это видео заканчиваю, чтобы не напрягать вас. Подписывайтесь, если видео вам полезны. Следующее видео будет дальше по алфавиту с буквы Д. на nonprofit. Пока. Субтитры сделал D. Продолжение следует...